По-нашему пневмокаток, а по-американски ролегон, представлял собой многослойную бочкообразную пневматическую шину с внутренним давлением в 105 тысячных 35 сотых килограмм на сантиметр квадратный. Чем же они отличались от обычных шин? Весьма низким удельным давлением на грунт, повышенной эластичностью и значительным прогибом при рабочих нагрузках. Опыт на МИ-014 показал, что автомобили на пневмокатках очень даже подходят для солеосадочных бассейнов. Именно так появился на МИ-0143 СХЗ, где СХЗ это САГСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ УКРАИНЫ. В КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ УКРАИНЕ этот завод себе места не нашел и к 2010 году уже в прямом смысле этого слова был разрушен. Но в Советской Украине, понятное дело, такой промышленный гигант не мог не способствовать научному прогрессу. Итак, для автопоезда предполагалось использовать улучшенные пневмокатки размером 1200-1200-1500 модели Я-194А, которые были произведены в 1966 году. Опытный образец разрабатывался на базе серийного седельного тягача Урал-375С. Рама тягача была сочлененной, имела шарнир с одной степенью свободы для поворота. Особенностью конструкции НАМИ-0143СХЗ было смещение оси шарнира сочленения влево от протольной оси тягача на 170 мм. Это было сделано для того, чтобы ось шарнира совпадала с осью карданной передачи, также смещенной влево. Система поворота за счет шарнира сочлененной рамы не обеспечивала должность стабилизации прямолинейного движения. Это подтвердили испытания на асфальтобетонной площадке, где НАМИ-0143СХЗ двигался по окружности радиусом 15 метров со скоростью 20 км в час. В результате передний мост от тягача Урал-375 был перепроектирован на неуправляемый. Самосвальный полуприцеп автопоезда был спроектирован на базе прицепа ММЗ-771. Он оборудовался двумя кузовами ковшевого типа, опрокидывающимися на бок. В итоге прицеп был создан с отклонениями от первоначального проекта. В 1969-1970 году НАМИ передал СХЗ стальные отливки, детали тягача и колеса. Сборка опытного НАМИ-0143СХЗ проходила на солепромысле в цехе номер 1 СХЗ при технической помощи НАМИ. В отличие от проекта тягач изготовили на базе Урала-375Д, а не сидельного тягача Урала-375С. Из-за этого НАМИ-0143СХЗ получился чуть длиннее. Итого опытный НАМИ-0143СХЗ был готов в 1971 году. Испытания проводились с 15 октября по 30 ноября 1971 года на территории, размещенной на Сасек-Сивашском соленом озере сырьевой базы цеха номер 1 Сахского химического завода. НАМИ-0143СХЗ испытывался также на отдельных участках шоссе Симферополь-Евпатория пробегом в 350 км. В связи с выявленной в процессе испытаний недогрузкой колес задней тележки тягача, в передний кузов загружалось в среднем на 1,2 тонн соли больше. Таковы были последствия отклонения от проекта. Расход топлива у НАМИ-0143СХЗ был огромный. Расход на грунтовой дороге при средней скорости 36,1 км в час составил 132 литра на 100 км. При движении без груза скорость возросла до 39,4 км в час, а расход топлива уменьшился до 95 литров на 100 км. Груженный автопоезд в солеосадочных бассейнах двигался со средней скоростью 16,7 км в час, расходуя 267 литров на 100 км. Двигаясь без груза, НАМИ-0143СХЗ потреблял 250 литров на 100 км при средней скорости 18,6 км в час. При работе в бассейне в результате многократного прохождения автопоезда по одному следу грунт размягчался, а потому возрастало еще больше сопротивление движению. Однажды проводили эксперимент, а может ли автопоезд застрять в грунте? И при 18-м проходе по участку со слабым грунтом автопоезд потерял проходимость, его пришлось буксировать трактором. Большое сопротивление движения способствовало хорошим тормозным качествам автопоезда. По завершению программы заводских испытаний автопоезд самосвал продолжил уборку соли. За все время эксплуатации он вывез около 700 тонн соли. По предварительным расчетам НАМИ, годовой экономический эффект от применения автопоездов самосвалов НАМИ 043 СХЗ на соли промыслах мог составить 344 600 рублей при выпуске 15 автопоездов в год. Однако была проблема, предприятия Минавтопрома СССР не были заинтересованы в подобном, ну будем честны, не самым стандартным автомобилям. А потому все вопросы производства возлагались на Минхимпромышленности Украинской ССР. В системе Минхимпрома УССР завода для производства таких автомобилей не нашлось. В 1972 году опытный образец НАМИ 043 СХЗ был принят в промышленную эксплуатацию и эксплуатировался в течение 15 лет. Как показали результаты испытаний и опытов, удельное давление пневмокатков на грунт может быть снижено до 0,3 кг на сантиметр квадратный, что вплотную приближает колесно-транспортное средство по воздействию на грунт к гусеничным машинам. Достаточно узкая гусеница имеет низкое лобовое сопротивление движению, в отличие от пневмокаткам. А также, например, при движении по снегу, пневмокаток образовал перед собой снежный вал, из-за которого автомобиль терял подвижность. Большая ширина пневмокатка затрудняла надежный поворот автомобилей на мягких грунтах. Кроме того, как показали испытания тягачей, пневмокатки не обеспечивают приемлемой плавности ходом. В результате работы по направлению транспорта на пневмокатках были завершены, а предпочтительной техникой высокой проходимости стала гусеничная техника.